Строимся в линии, рюкзаки перед собой, готовимся к пристартовой проверке. Короткий осмотр на старте и на дистанцию. Все команды экипированы под завязку. Это и неудивительно. Впереди самые сложные этапы. Шестикилометровый маршрут проходит по территории лесного массива Рязанского района. Все дружины действуют полностью автономно. Ориентируясь по карте с обозначениями основных заданий. На выполнение сутки. Ребята сами обустраивали переправы, преодолевали крутые склоны, овраги и реки, определяли высоту и расстояние до предметов, а также проходили проверку на знания ядовитых грибов и растений. В общем, ничего сложного для опытных спортсменов. По ощущениям, дистанция не очень сложная. Сложных этапов для нас не было. Идем на финиш, будем отдыхать. Самое тяжелое, это, наверное, был брод. Да, брод самое тяжелое было. Ну как, справились? Конечно, да. Выбираем! Выбираем! По условиям испытания, ребятам нужно было не только найти пострадавшего. Основная легенда – на него упало дерево, но и транспортировать его в безопасное место. А для этого как раз и пригодится альпинистское снаряжение. Пострадавшего приходилось нести на специальных носилках, затаскивать в гору или переправлять на другую сторону крутого оврага. За рабочую зону только вещи выносите, и пострадавшего тоже. Да, быстрее снимай! Кольцуй! Сразу снял и ушел! Классное соревнование, много этапов, испытать себя, попробовать. Некоторые местами было очень тяжело. Где-то в целом справились отлично. Как раз прошел завершающий этап в жерде. Дался достаточно сложно, но прошли без штрафов, справились. Вчерашний день был весьма жарким, активным. Было где посоревноваться, где-то зарубались с командами, где-то как-то справлялись, хватали штрафы. Ну, ничего, в целом двигались. Были на дистанции и те ребята, для кого этот маршрут выживания последний. По возрасту. Поэтому о соревнованиях они все так же говорили восторженно, но с небольшой грустинкой. Это мои последние соревнования вообще в школе безопасности. И я очень рада, что они проходят именно в Рязани, именно такой сложности. Так как, опять же, маршрут выживания, по моему мнению, это самый интересный, самый трудный этап школы безопасности. И каждый раз это преодоление себя. Но для меня это всегда интересно, сможешь ты или не сможешь. За два дня маршрута участники прошли примерно 26 километров и выполнили около 20 разнообразных заданий. Впрочем, это еще не все. Впереди спасение на воде и в техногенной аварии. Продолжение следует...